МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новоуральская вещательная компания программа «Культурный акцент». 27 марта весь мир отмечал Международный день театра. Традиционно он проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Новоуральский театр в широком понимании смысла представлен в трех ипостасях. Это театр музыки, драмы и комедии, театр кукол сказ и театры дома культуры Новоуральский. И позвольте мне представить гостей сегодняшней студии нашей. Максим Николаевич Сикачев, директор театра музыки, драмы и комедии. Алексей Владимирович Булдаков, директор театра «Кукол сказ». Алексей Владимирович Долбилин, заместитель директора «Декана» в Уральске по творчеству. Анастасия Панишева, актриса театра. И плюс она же заведующая театральным отделением детской школы искусств. Добрый вечер. И Надежда Юрьевна Карелина, режиссер музыкального театра «Калибри» «Декана» в Уральске. Добрый вечер. Коллеги, всех я вас поздравляю с прошедшим днем театра. Театр — это наше все. С 1961 года установлен праздник, Международный день театра. Ну и давайте начнем, наверное, с того, чем живет каждый театр в нашем городе сегодня. Несколько слов. Максим Николаевич, давайте с вас. Ну, наверное, стоит начать с того, что действительно этот день театра, 27 марта, впервые, наверное, в нашей истории так омрачен был теми событиями, которые произошли. И мы, конечно, присоединяемся к той глубокой скорби, которой сегодня вся страна находится. И, безусловно, не получилось у нас, наверное, так отметить. Да и не нужно это было, и неправильно было бы сделать, чтобы во время всеобщего траура какие-то праздничные мероприятия проводить. Ну, вместе с тем жизнь продолжается. И мы, конечно, строим планы на будущее, смотрим с уверенностью вперед. И есть сегодня театр, чем похвастаться, есть театр сегодня, чем удивить своего зрителя, о чем можно поговорить. Безусловно, наверное, тот сезон, который сегодня еще в самом разгаре, но уже было очень ряд ярких, красивых, громких премьер этого года. И мы стараемся всегда, чтобы каждая наша новая постановка была таким ярким событием на театральной карте города, области. И, безусловно, она является событием для города Нововральска. И все те премьеры, которые состоялись уже, каждая из них, она по-своему уникальна, по-своему интересна и имеет своего, безусловно, зрителя. Поэтому планы, как говорят у нас на театре, далеко идущие, много новых интересных проектов и вещей. И, конечно, мы всегда с благодарностью и с уважением говорим о том, что нам, во-первых, помогают наши партнеры, которые освещают нашу деятельность, ну и наши зрители, для которых мы работаем. И, собственно говоря, все, что мы делаем и творим, это для нашего дорогого зрителя. Ну, в этом сезоне сколько премьер уже было? Четыре или пять? Ну, пять премьер, да, мы с вами посчитали. Конечно, за такой малый промежуток времени, абсолютно в напряженном ритме, мы поставили пять новых постановок. Не будем сейчас все перечислять. Ну, из них самые крупные, конечно, это «Баядер» и «Сорочинская ярмарка» и три детских спектакля, что тоже для нас очень важно. Потому что детская аудитория — это всегда, ну, это наш потенциальный зритель будущий. Это ребятки, которые приходят, выбирают осознанно те или иные спектакли вместе с родителями. Для нас это тоже очень важный сегмент работы, мы уделяем ему всегда очень должное внимание. Ну, а «Баядеры» и «Сорочинская ярмарка» стали, наверное, такими, ну, очень глобальными, мощными постановками этого года и знаковыми, да, и отрадно отметить, что эти постановки пользуются большой популярностью и спросом. Сегодня очень сложно достать билеты на премьерные показы, на послепремьерные, и это, наверное, говорит о том, что интерес сегодня к театру в городе в целом есть, он растет, он активно развивается. А сколько всего в сезоне премьер? Ну, вообще мы должны ставить четыре по муниципальному заданию. Все, что делаем сверх того, это уже наша личная инициатива, это наши возможности творческие, это наши возможности финансовые. И, как правило, где-то около шести-пяти постановок мы в год, в сезон мы всегда даем. Сколько будет в этом году? Восемь. Восемь. То есть нам еще три ждать, когда-то тут вот за весной летом. Да, 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 артисты знают, о чем еще предстоит поработать, мы об этом поговорим. Секрет, да, рассказали? Нет, это не секрет, но мы уже широко нанесили наши планы, конечно, предстоящая постановка «Пир во время чумы», драма, мы про нее говорили, она уже буквально сейчас готовится на подмостках. Дальше 12 стульев, ну и еще ряд интересных концертных программ и таких небольших мероприятий. Закрытие сезона, соответственно, очень большое мероприятие. Традиционное, конечно. Я даже не все, видите, учел. Да. Алексей Владимирович, чем живет ваш театр сегодня, чем занят? Театр живет очень активно, творчеством, вдохновением. Мы не успели еще выйти из новогодней кампании, у нас уже в начале февраля была премьера русской народной сказки «Кот и леса». Буквально вот сейчас мы запустили для себя очень новый и важный проект, это постановку взрослого спектакля по пьесе Владимира Маяковского «Клоп». Его ставит очень серьезная постановочная группа из Петербурга и Челябинска, это лауреаты «Золотой маски» Александр Борок и Захар Давыдов. Вот буквально художник сейчас круглыми сутками работает с нашими цехами. В сентябре мы увидим эту премьеру, мы очень волнуемся, конечно, это для нас первый опыт. И на следующей неделе мы уже начинаем репетиции нашего совместного проекта с детской художественной школой. Это классический спектакль «Гусенок», спектакль «Игра». Значит, вся художественная часть этого спектакля была поставлена по рисункам учащихся художественной школы. Ну и, конечно, мы под закрытие сезона приготовили такой небольшой сюрприз для зрителей. Это спектакль «Машенька и медведь». У него будет юбилейный показ 200-й, поэтому мы вот таким проектом, таким большим мероприятием, мы надеемся, закроем этот театральный сезон. Ну, то есть самый любимый, наверное, один из самых любимых спектаклей для всех ребят нашего города. Потому что театры входят в другие учреждения культуры, то есть это уже начинается какой-то симбиоз, да? Алексей Владимирович, театры Дома культуры Новоуральский, они не менее интересны и не менее даже популярны, потому что вот это самобытное творчество, это, наверное, есть то, что отличает наш город вообще от других. Сколько театров вот сейчас ДК Новоуральский? Ну, я тоже, да, вот пока коллеги рассказывали о своих планах, начал считать в голове и первоначально вам выдал неправильную информацию. Вообще у нас, да, у нас три театральных коллектива, которые существуют в самом Доме культуры, а еще есть коллектив, который мы, совместный, скажем так, коллектив с профсоюзной организацией неработающих пенсионеров. Ну вот, собственно говоря, четыре коллектива театральных. Мы, может быть, не можем похвастаться таким количеством премьер, но, понимаете, с самодеятельными артистами каждое представление как премьера получается, да, потому что они каждый раз играют по-новому, по-разному, и, наверное, в этом прелесть действительно самодеятельных театров. Но, конечно, это наш один из самых любимых, самый многочисленный такой вот яркий коллектив, музыкальный театр «Калибри», о котором Надежда Юрьевна расскажет, наверное, чуть поподробнее. Также у нас есть очень интересный коллектив, самобытный, который уже более 15 лет существует в стенах Дома культуры, поэтический театр «Сонет» со своим направлением деятельности, уникальным на самом деле, потому что нигде ни разу мы не встречали театр, который работает и с поэзией, только с поэтическим словом, и все их спектакли заключаются в том, что они говорят стихами. У нас есть театр «Ростовых кукол», который тоже наверняка знаком многим новоуральцам по тем небольшим концертным номерам, миниатюрам. Может быть, когда-то мы и в нем будем ставить спектакли полноценные, но время покажет. Ну и вот тот коллектив, который вместе с профсоюзной организацией неработающих пенсионеров, это театральная студия «Бархатный сезон», режиссером там Михаил Суханов у нас помогает им осуществлять деятельность, вот такую Дом культуры организационные какие-то моменты осуществляет. У них была очень интересная премьера, прям вот без всяких кавычек, то есть первый их спектакль, который они поставили в декабре месяце прошлого года, очень большой популярностью пользовался среди вот тех зрителей, которые пришли это посмотреть, они оценили. И буквально вчера для них, они взяли такую небольшую творческую паузу, но вот вчера именно состоялся старт, скажем так, нового творческого сезона, для них они начали заниматься и сейчас примут участие в большом смотре творчества, которое идет у нас в городе в театральном конкурсе этого смотра, но и будут готовить новую постановку, которую мы увидим, я думаю, все. Удевят. Удевят, да. Держи Юрьевны, наверное, в театре «Калибри» нет такого горожанина, кто бы не знал или не ходил, вот, допустим, кто с детьми ходит, все уже стандартно идут. ТМДК, театр «Куколсказ» и, конечно, в ДКУХК на премьеры на постановке «Калибри». Вот такая же популярность у театра, режиссером которого вы являетесь. Чем живет сейчас «Калибри», чем дети живут в вашем театре? У нас сейчас небольшая передышка. После всего, что было. Нет, не совсем передышка. Дело в том, что у нас идут абонементы наших спектаклей, то есть вот все семь спектаклей, которые у нас существуют, мы их показываем для детей нашего города. А дело в том, что старшие ребятки вырастают, и те спектакли, которые ставились на них, как на маленьких, нам приходится вводить туда уже малышей. Поэтому вот мы сейчас взяли небольшой тайм-аут, чтобы вот в Кошкин дом ввести малышей маленьких, первый, второй класс детей. Они будут, для них будет вторая уже премьера, они первый раз уже отыграли у нас «Буратино», и сейчас они уже встают во второй спектакль. Для них это очень волнительно, ценно, и для них, и для родителей, и работы. Вы понимаете, что восстановить спектакль гораздо сложнее, чем его поставить. Конечно. Тем более другие дети. Вот сейчас этим занимаемся. А сколько у вас вообще в спектакле, в репертуаре? В репертуаре у нас в данный момент живых семь спектаклей. Как вам удается, где вы время столько находите, и дети где время столько находят? Они же должны постоянно это выводить. Занятия каждый день. И мало того, что у нас не только идут постановочные часы, но у нас еще идет и хореография, и вокал. Это отдельные занятия, да? Да, это отдельные занятия. И дело в том, что на самом деле, вот сейчас мы приняли участие в конкурсе вокала, значит, будем принимать в конкурсе хореографии. Чтецы у нас всегда первое место. И, в общем, мы принимаем участие везде, потому что мы знаем, что дети должны чувствовать сцену, знать и понимать. Главное, они могут так ведь показать? Они могут. Ну, понимаете, если у нас дети приходят с трех лет, и фактически мы для них та же самая семья, что мама, папа, там бабушки и дедушки, да фактически и родители уже наша семья, то для них уже сцен это родной дом. Ну, согласитесь, такой же вообще полноценный театр, как, собственно, и все городские театры. Ну, конечно, вот, пожалуйста, пестуем для них. Выращиваем, а потом и уходим. Кадры для них, да. Нам представляется очень важный обмен и симбиоз, и если ребята у нас остаются в городе на Уральске и приходят в труппы театра, для нас это очень важно, конечно, когда на родной земле артисты получают образование, возвращаются в родной город, это очень важно. Это яркий пример. Анастасия Панишева, мы сегодня не зря ее с собой взяли, она буквально за 2-3 сезона стала одной из самых востребованных актрис театра, если в этом говорить в широком смысле, да, и кроме того, очень активную работу педагогическую сегодня ведет, как заведующая отделением искусства театра в нашей детской школе искусств. Вот, в детской школе искусств есть теперь театральное отделение, которое вы возглавляете, Анастасия. Ну, расскажите поподробнее, что за отделение, чем занимаются, какие там дети и сколько? Ох, значит, появилось это театральное отделение благодаря Валерию Вадимовичу Долганову с его подачи. И деточки занимаются в театре, не отходя от кассы, как говорится. От сцены. Да, от сцены. Они находятся в таких творческих условиях. То есть на площадке театра музыки, драмы и комедии занимаетесь. Обязательно, да, занимаемся на площадке театра музыки, драмы и комедии. Также дети принимают участие во многих спектаклях. Труфальдина, Летучий корабль, та же самая Боедера. Также ездим по гастролям вместе с профессиональными артистами, работаем с профессиональными режиссерами. В этом, я считаю, очень большое преимущество. Детей у нас не так много. У нас всего 50 человек. Это не мало. Два преподавателя. Я преподаю актерское мастерство у них. И Зоя Власюк, как балетмейстер. Она работает также в театре музыки, драмы и комедии, артистом балета. Существуем мы не так долго. В принципе, 6 лет всего лишь. Но есть успехи. Недавно мы участвовали в театре «Олимп Русатом». Это очень было для нас сложно, потому что первое такое мероприятие для них очень... Ответственное. Ответственное, да. И мы получили третье место за спектакль, предназначено на слом, который поставила режиссер нашего театра Яна Русина. Они, конечно, безумно радовались. Безумно было им тяжело, потому что три дня беспрерывной работы с режиссером Дмитрием Бикбаевым для них потрясающий, колоссальный опыт, который, я думаю, они не забудут. И, конечно, множество наград именно на этом конкурсе мы получили, включая лучшую женскую роль. Награды были хорошие, так? Конечно. Поощрили детей замечательно, да? Ясно. Вот Алексей Владимирович, смотрите, у нас такой вот симбиоз, да? В калибре пестует артистов для театра музыки, драмы и комедии, вот меняется. Кукольник всё равно это очень редкая профессия, достаточно. Мы для них тоже пестуем. А, и тоже есть? Вот это интересно. Очень многие ребята, которые поступают на драму и в процессе поступления, либо не поступили, либо слетают после первого года, они идут в кукольники. Они же как-то в садцовом институте. А мне, наверное, должны быть те, которые сразу в кукольники. Нет, конечно, естественно, идут и сразу в кукольники. У нас вот сейчас служит в театре Татьяна Лузина уже второй год. Она закончила наш Екатеринбургский театральный институт. Она тоже участвовала во всех коллективах самодеятельности, насколько я помню. Она отработала продолжительное время в Тюменском театре кукол. И вот вернулась к нам в Новоуральск, поступила к нам в Труппу. На самом деле, вообще факультетов театра кукол не так много в России. Профессиональных их около четырех. Около четырех институтов всего занимаются кукольниками. Поэтому, конечно, это всегда сложно. Да, для вас найти кукольник. Чтобы сюда они приехали. Так ведь еще. То есть надо тоже, чтобы для них тоже готовили, видимо, наши самодеятельные театры и для театра куколсказ. Конечно. Ясно. Давайте еще поговорим немножко о конкурсах. Вот я знаю, что наши театры активные участники. Особенно последние годы. Да, вот это развивается. Прямо такая активность. Зашли наши театры и на области, и на Россию. Вот сейчас в каких конкурсах театр Музбекинга? Ну, действительно, Альбина, да. Раньше, наверное, была редкая удача попасть на областной конкурс театральных работ «Браво». И там действительно очень серьезное представительство всех театров нашего субъекта. А последние несколько лет мы традиционно, как и наши коллеги из театра кукол, попадаем в конкурсный отбор, попадаем в афишу фестиваля. Это для нас тоже очень престижно и почетно. И мы, конечно, не складываем руки, что у нас так все легко и благополучно получается. Наверное, это результат того, ковинтэссенция, что сегодня все спектакли, которые мы ставим, они, безусловно, имеют не только зрительский, но и интерес к критикам. Потому что иногда бывает так, что театральное искусство, оно субъективное. И то, что нравится широкой публике, не всегда может понравиться взыскательному жюри или маститым критикам. То есть здесь нужны варианты и раскрытия режиссерской задумки, и интересные сценографические решения. И действительно, наши спектакли последние несколько лет были отмечены рядом наград. В прошлом году Труфальдино было две статуэтки. Это очень для нас, я считаю, престижно и почетно. На уровне театров музыкальной комедии Екатеринбурга, на уровне театра оперы, балета и других музыкальных направлений получать уже главные статуэтки, это, наверное, о чем-то говорит. В этом году мы заявлены за спектаклем Баядера, который тоже, несомненно, получился очень большой, масштабной и очень широкой работой. И новшество этого года, что спектакли будут показываться в городе Нижний Тагил, то есть сам конкурсный отбор и фестиваль будет проводиться впервые в Тагильском драматическом театре. И мы 23-24 мая на их площадке будем показывать нашу оперету и надеемся также, что она придется по душе и критикам, ну и зрителям, безусловно. Театр Кукол Сказ тоже в Браво участвовал как в прошлом, так и в этом году. Да, мы вообще стараемся принимать участие в фестивалях как минимум раза в два года. И в этом году это не исключение. Мы попали в афишу фестиваля Браво, спектакль «Забытый день рождения», который поставлен приезжим режиссером и художником из Екатеринбурга. И вот по итогам просмотра тоже мы представляли не один спектакль. И вот «Забытый день рождения» будет иметь шанс побороться за высшие награды. А второй какой был? Второй был «Мальчик с пальчик». Мальчик с пальчик, понятно. Ну тоже как бы вот они… Предпочли. Предпочли «Забытый день рождения». Поэтому, наверное, вы его показывали в день кукольника, да? Для всех желаем прийти в тот день. Надежда Юрьевна, ваш театр тоже во всевозможных конкурсах знаем, участвуем, причем не только участвует, но и становится, как правило, лауреатом, да? Сейчас какие у вас конкурсы на момент? Ну вот недавно, недавно совершенно приехали из Челябинска, из моей «Альма-Матер», из Института культуры. Именно там проходил очередной фестиваль «Роза ветров». Это один из сложнейших, я считаю, конкурсов для детей. Это конкурс для профессиональных юношей, девушек, и для самодеятельных тоже юношей и девушек. То есть там для юношества и для детей, и для детства. Вот такой конкурс. Профессионалы, конечно, с нами работали, будем говорить, просто выше квалификации. Это Москва, значит, ГИТИС. Это хореография, это ансамбль Моисеева. Это, значит, вокалисты из института, тоже из эстрады ГИТИС. Причем, как вам сказать, очень много было людей, именно докторов наук, докторов, я имею в виду, культуры, да, которые тоже с нами проводили лекции о том, как детей воспитывать, что такое культура и так далее, и тому подобное. Значит, сейчас нас пригласили, нас уже знают давно там, и пригласили сейчас в Москву в октябре месяце на 25-летие «Роза ветров». Вы там будете показать что-то, да? Показывать что-то будете? Да, мы там едем со спектаклем, и плюс еще там пойдет и конкурс среди музыкальных театров, детских музыкальных театров. У нас-то их нет, а там, вот, оказывается, в Москве их приличное количество. Почему у нас нет детских музыкальных театров? Ну, у нас есть детский музыкальный театр в городе, и это очень, на самом деле, большое достижение. Но это, надо сказать, что, конечно, это замечательная идея, которая родилась еще в прошлом веке у Надежды Юрьевны, у Александра Георгиевича Харста, и вот в то время еще Марина Аркадьевна Захарова подключилась, и вот они создали этот театр, который сейчас является, ну, для Дома культуры абсолютной гордостью нашей, но я думаю, что и в масштабах даже города тоже, конечно, очень значимый коллектив. Бранд, это и есть культурный бранд. Да, и хочется, ну, может быть, Надежде Юрьевне... Что-то помню. Да, это... А я похвастаюсь, как бы за них, за них похвастаюсь. Здесь буквально в воскресенье они показывали свой спектакль, постановку этого года «Сказки джунглей». Они показывали его для двух комиссий, которые смотрели. Одна комиссия, вот в составе его была Настя Панишева. И мы, кстати, были очень рады, что специалисты театра пришли посмотреть на нас, хотя, потому что, живя в одном городе, очень редко бывает из-за загруженности мы можем посмотреть друг на друга. И, конечно, нам было очень приятно пообщаться, потом пообсуждать, что получилось, какие впечатления. Но вторая не менее значимая комиссия, это была представитель Свердловского областного государственного дворца народного творчества. И они смотрели спектакль «Калибри» на предмет подтверждения звания «Народный коллектив». И опять же, по результатам собеседования, обсуждения потом, мы поняли так, что звание будет подтверждено, и «Калибри» хранит за собой. Ну, очень почётное в среде самодеятельных коллективов звание «Народный коллектив». А мы нисколько не сомневались. Поздравляем вас, Надежда Юрьевна, с таким замечательным. Кстати, хотела ещё сказать, Настенька, и тебе тоже на будущее. Дело в том, что наших московских коллег очень заинтересовала наша методика воспитания детей. Оказывается, у них такой методики нет. Так что давайте уже соединять наши усилия и помогать друг другу. Как замечательно, что вот у нас в студии рождаются какие-то творческие проекты. Замечательно. Ну вот, Анастасия, а вы планируете своих детей на какие-то конкурсы? Как-то где-то что-то? Знаете, мне очень тяжело на самом деле совмещать актёрскую карьеру и педагогическую. И у нас на самом деле не каждый день мы занимаемся, как в музыкальном театре «Колибри» всего три раза в неделю. Этого катастрофически мало, катастрофически мало, тем более дети. Им надо больше времени, чтобы понять, освоить какой-то материал. Пока, конечно, у меня нет никаких представлений о том, куда мы в следующем году поедем или что-то. Пока не имею понятия. Но потихонечку, помаленечку я пока вхожу в роль руководителя. И я думаю, что за лето я поищу какие-то материалы и буду продвигать потихоньку свой коллектив. Большой смотротворство, да? Да, да, большой смотротворство. Знаете, вот тут, наверное, будет очень уместно поблагодарить наших коллег на самом деле из Управления образования за театр «Олимп», который прошёл в нашем городе. Потому что вот у театра, в котором Настя возглавляет, появилась возможность поучаствовать. Дом культуры там осуществлял определённую организационную помощь. Один из дней этого фестиваля происходил у нас. Но вот то, что как раз мы увидели в этот день, когда все приезжие, вот эти коллективы, показали свои театральные постановки, спектакли, это было очень интересно для нас, для всех, кто там был. И вот это вот именно то окно, через которое мы какие-то новые идеи, я думаю, все согласятся. И просто даже вот общение детей, которые заняты театральным творчеством с нашими ребятами, с нашими коллективами, это очень хорошая возможность. И если она продолжится в будущем, это будет замечательно, я думаю. Здорово. То есть вы тоже молодые таланты вообще растите. А вот насчёт коллектива. У вас тоже опять пополнение было, Максим Николаевич, да? Вот перед началом сезона именно молодёжью. Молодёжь идёт, приезжает. Вообще прижились уже, они освоились, ребята? Ну, театр, да, это довольно живой организм. И, наверное, без пополнения, скажем, без регулярной ротации, в том числе здоровой творческой конкуренции, наверное, не будет и развития. Есть новые ребята, которые активно закрепляются в труппе. Бывает так, что и что-то не срастается. То есть этот жизнь и наш театр, я считаю, является одной из таких интересных, благоприятных и очень творчески подготовленных площадок для того, чтобы, может быть, выстраивать свою карьеру в будущем в больших академических театрах. Но все ребята, которые приходят, мы, как правило, создаём. Я лично создаю и вся наша команда создаём максимально комфортные условия. Это касается заработной платы и выделения служебного жилья или съёмного жилья, плюс различного рода мероприятия. То есть мы стараемся планировать свою жизнь не только, скажем, активная, хотя, конечно, первостепенная, это актёрская жизнь и спектакли, но у нас активная общественная жизнь, разного рода выезды на природу, спортивные мероприятия совместные какие-то, отмечаем наши все победы, какие есть. На театре ляду, вот вы съездили опять с кубками, да? Да, это всё очень сплачивает наш коллектив и, конечно, как бы вот, ну, создаёт особую ауру, скажем, да, в нём. И вот буквально сейчас уже есть несколько резюме, и переговоры ведутся о том, чтобы пополнить после выпуска этого года ещё два молодых человека, то есть эта импара уже, да, такая сложившаяся молодой артист и его спутница, я думаю, что они тоже станут достойным дополнением нашей труппы. Частью нашей семьи. Да, частью нашей семьи, потому что мы семья, мы так себя позиционируем. У нас есть в семье, есть мэтры, есть старшее поколение, есть среднее, самое главное, много молодёжи. И вот они друг друга сегодня так по-хорошему заводят, создаётся вот тот самый такой креатив творческий и культурный, и создаёт как раз хороший результат. Поэтому мы всячески стимулируем, чтобы у нас появлялась молодёжь, и создаём для этого все необходимые условия. Ну, Алексей Владимирович, у вас ведь тоже, вы можете похвастаться и молодёжью наряду с мэтрами, у вас как-то, как бы, коллектив хоть и меньше, но там вот как раз такой вот есть симбиоз именно мэтры со всеми. Труппа небольшая, да, всего 11 человек, на данный момент служат 10 артистов, и вот перед началом нового сезона к нам поступил на работу Максим Тихонов, это выпускник Свердловского училища культуры и искусств. Да, а если вообще в общем брать, не так часто, конечно, к нам приходят, но за последние 3-4 года где-то человека 4 пришли, но не все, конечно, дошли с нами в театре до сегодняшнего дня, кто-то уже перешёл на другую работу, но вот две девушки и молодой человек, они вот за последние 3 года пополнили нашу труппу и сейчас активно участвуют во всех спектаклях и подают большие надежды. Влились, да, то есть там всё хорошо. Вот, Надежда Юрьевна, ваши дети, как правило, вот выпускники театра, да, когда они взрослеют, школу оканчивают, они связывают свою жизнь именно с театром или у вас нет такой задачи? У нас задачи такой нет. Есть дети, которые на самом деле уходят в театр, а есть дети, которые занимаются какими-то другими своими делами. Кто-то инженер, кто-то, я не знаю, психолог, кто-то, значит, занимается вообще живописью. Так что непонятно, неизвестно, что из них получат, но единственное, что из них выходят хорошие люди, получается. Это главное, да, для вас? Напоследок, наверное, вот несколько слов вообще, что такое театр в вашей жизни, на ваш взгляд, какую роль он играет вообще в нашей жизни людей, непосредственно не связанных, но просто любящих и уважающих этот вид искусства? Ну, прежде всего, я горжусь тем, что в нашем относительно небольшом, хотя и высоко образованном научном городе есть музыкальный театр. Даже по законодательству, скажем, Российской Федерации, как правило, такие большие учреждения, культуры, они предназначены для городов с высокой численностью населения, с большой занятостью населения, да, и, как бы, имея региональное какое-то подчинение. Слава Богу, огромная благодарность администрации, отдела культуры, нашему городу образующему предприятию, что у нас есть возможность содержать сферу культуры в том виде, в каком она есть, потому что всё, что нам досталось, это великое наследие наших предков, да, и все люди, которые культуру ставили на ноги. Наша задача сегодня максимально её сохранять, дополнять, сопровождать её в том виде, в каком она есть. Безусловно, сегодня есть современные направления движения, да, есть поступательное движение вперёд, потому что жизнь не стоит на месте, и есть сегодня возможность развиваться в современном информационном наполнении. Но творчество, оно всегда было как живое искусство, его невозможно подменить никакими, да, светодиодными технологиями или там какими-то суперосвещениями. То есть если это есть в душе и в сердце, вот то настроение, актёрский кураж и, самое главное, любовь к профессии, то тогда будет результат, будет спектакль, будет премьера со слезами на глазах. Когда вы приходите, берёте интервью наших артистов, я думаю, что вот та самая радость неподдельная, когда закрывается занавес, таинство для зрителя заканчивается, начинается таинство для нас, когда мы обнимаемся, поздравляем друга с премьерой, и мы понимаем, что да, в этот раз у нас снова получилось. Это сложно передать словами даже. Это сложно, это надо почувствовать. То есть театр, он настолько в себя влюбляет, и если ты погружаешься в эту атмосферу, то либо становишься заложником её навсегда, либо тебя она довольно быстро выталкивает, не принимает. Поэтому мы все в какой-то степени, наверное, фанатично увлечённые люди в этом направлении. А другие, наверное, не смогут работать в этой области. Поэтому да, работают здесь абсолютно люди бессеребряньки, которые для них совершенно не главная финансовая мотивация, хотя сегодня стоит отметить, что достаточно хорошо оплачивается работа артистов, и опять же здесь благодарность нашим властям любого уровня, потому что внимание к культуре, оно сегодня не по остаточному принципу. И как вы сказали, что да, у нас сегодня территория возможностей для нас, для артистов творить территорию возможностей, для зрителя получать то, что они хотят увидеть в нашем прекрасном городе Новуральске. Замечательные слова Алексея Владимировича. Ну для нас театр «Кукол» — это, конечно же, как такая небольшая семья, нас в коллективе всего 40 человек, и поэтому мы имеем возможность видеть друг друга каждый день. То есть у нас специалисты, они в основном в единственном, так скажем, экземпляре находятся. Поэтому мы общаемся с друг другом каждый день. И для нас это действительно какой-то уже второй дом. А о том, насколько востребован театр «Кукол» в Новуральске, это мы можем видеть на наших спектаклях, тогда, когда горят глаза актеров, блестят, и мы слышим этот звонкий детский смех. Это самое главное. Да, это для нас жизнь. Алексей Владимирович. Ну я, наверное, вот единственный из всех гостей профессионально, может быть, не связан с театром в своей жизни, но вот я так подумал сейчас, что же для меня театр в нашем городе. Ну прежде всего для меня это открытие, потому что вот понятно, что я там и в детстве, и в юности ходил на какие-то спектакли, но очень сильным открытием для меня было, когда уже в Доме культуры я стал работать на административной должности, и я изучал историю Дома культуры УХК, и вот с момента его открытия, с 1955 года, театральные коллективы существовали в Доме культуры в таком объёме, что когда читаешь все эти материалы, было о том, что было поставлено три полноценных оперетты на сцене театра, это, конечно, вот для меня было очень серьёзное открытие. А во-вторых, это благодарность тем людям из театральной среды, с которыми я в жизни общался, это настоящие профессионалы, это, конечно, было и профессиональное общение, и личное общение с ними, как с людьми, и многие из них оказали влияние на меня. Ну это, конечно, Александр Георгиевич Хорст, и Валерий Вадим Ждалганов, спасибо ему тоже большое за те вот время, когда мы там работали вместе. Ну вот много таких людей, но вот эти вот, наверное, очень важны для меня. Надежда Яревна. Ну вы понимаете, в чём дело? Фактически получается так, что мой театр — это результат моей жизни. В принципе, я понимаю, ради чего я живу. Я смотрю на своих детей, которые растут с трёх лет и до выпуска, я понимаю, что это не просто так, и это не зря. И вы видите результат. Да, я вижу результат. Анастасия, вам последнее слово, как самого молодого представителя театрального сообщества. Ну, вот знаете, я ведь с детства воспитываюсь в театральных условиях, благодаря Надежде Юрьевне, Валерию Вадимовичу Далганову. Огромное спасибо вообще за то, что мне открыли этот мир, волшебный мир театральный. И для меня сейчас театр — это дом. Дом, где находится моя семья, близкие люди, где мы спим, едим, проводим там 90% нашего времени. Но это, понимаете, это большое удовольствие, когда ты чувствуешь себя в своей тарелке. И я безумно рада, что нам дают работу, нам дают возможность раскрыть себя. Это очень-очень важно. И вообще, как бы, говорят же, всё познаётся в сравнении. И я общаюсь с моими коллегами из других городов. Я понимаю, что наш театр самый лучший во всех отношениях, честно говоря. Замечательно. Да, вот. Спасибо вам большое. На этих замечательных словах позвольте закончить нашу программу. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Мне остаётся попрощаться с нашими телезрителями и сказать, что мы, как всегда, увидимся в эфире Новоуральской вещательной компании. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok